Дмитрий Шарланов В Сызране потратят 20 тысяч рублей на формирование положительного образа города. Грант на эти цели получила молодежная организация «Новое поколение». По мнению активистов, этих денег хватит на покупку видеокамеры и создание позитивной среды в соцсетях. На средства гранта молодые люди обязуются снять 12 роликов на темы «Добрый поступок», «Люди и Сызрань», «Жизнь в Сызране», «Окружающий нас мир», «Культура» и «Добровольчество». В них будет рассказано о добрых поступках сызранцев, добровольцах, о культуре Сызрани и бережном отношении к природе и животным. Ну, Сызрань, на самом деле, я родился сам в Сызране, поэтому я очень трепетно отношусь к новостям из этого города. Я очень рад, что жители сами взяли на себя инициативу и решили как-то помочь любимому городу стать популярнее в соцсетях. 20 тысяч рублей. А вот это меня очень сильно обижает. На самом деле, это просто гигантские деньги. Я не представляю, как этот бюджет. Это что за камера? Питака? Скорее всего, в ВХС, я думаю. Уважаемые градоначальники Сызрани, ну помогите ребятам. Ну классные же начинания. Ну, если они знают, как пропиариться в соцсетях и как поднять рейтинг своего города, ну помогите им. Это же такие мелочи. Зато будет классно, все будут счастливы. Ну, наконец-то из Сызрани пришла положительная новость какая-то. Да, то вечно там что-то происходит. Про помидоры. Про помидоры, кого-то, чего-то там. А тут бах, ребята, молодежь. Да круто, круто. Я надеюсь, они скреативят. И вот эти все ролики мы увидим. Я надеюсь, они наберут там определенное количество просмотров. И дай бог, Ютуб там какую-то кнопочку выпишет. И потом может быть родится что-то еще. Все начинают с малого. Ну, наверное, порадоваться стоит за эту новость. Да, все-таки что-то получилось. Ребят, если вам понадобится диктор для этих роликов. Вот, пожалуйста, Дмитрий, не Дмитрий. Замечательные поставленные голоса. Дмитрий еще и споет. Не шутить-то не хочется. Нет, все здорово, все классно. Действительно. Только я вот боюсь одного, что там молодежь немножко полезет как бы на волне хайпа. Все делать в том стиле, как сейчас модно. Ну, не загадывай. Почему нет? Да, тоже имеет право будет это место. Слушайте, ну давайте как бы возьмем тикток. Никто не понимает, но это популярно. И там реально там крутятся большие деньги. Хотя все думают, что это какой-то бред. А почему мы не в тиктоке выходим? Слушайте, поэтому здесь, может быть, вот так с этого и начнется. И Бункер Испе перейдет в тикток. В Самаре сотрудница автошколы выкладывает эротические стримы про правила дорожного движения на Ютубе. Вы себе подбирали, что ли, новости по тематике, да? Конечно. Девушка в одном нижнем белье рассказывает, как вести себя водителю, если на перекрестке затор. Например, какие световые указатели поворота мы включаем при въезде на кольцо? Что делать в спорных ситуациях встречного разъезда во дворах или на парковке? Нам так надо читать, кто прав. По словам девушки, подобный метод очень эффективен. Мужики лайкают и намного лучше осваивают ПДД. Кто видел? Я видел. Ты смотрел со звуком или без? Можно это проверить? Кто смотрел это со звуком? В целях эксперимента я звук включил потом. И что? Нет, реально она рассказывает как бы это все грамотно, интересно. Вид, наверное, эротический. Ну, немножко это как-то смешно, вот мне показалось. Немножко вот понятно, что человек хочет хайпануть, наверное, как-то, да, чтобы было больше просмотров. Но, судя по просмотрам, я не заметил, что там, например, там даже, по-моему, за ста не перевалило, если я не вру. Ну, как бы за тысячу точно. Вопрос к мужикам. Не лайкают, чтобы не палиться потом? Что-то жена не нашла в сохраненных. Ты же, когда лайкаешь на ютубе, я сейчас раскрою тайну, у тебя видео остается в твоих, в сохраненных. И поэтому лайкаешь, ты, получается, подтверждаешь, что ты смотрел эротический контент. О, боже мой. Потом научишь, как удалять, ладно? И Дима завис на конца программы. Специальную папку научу тебя складывать туда, где никто не найдет, да. Возвращаемся к теме разговора. Просто, куда это может привести? Куда это может привести? К авариям на дорогах? Нет. Другое дело, что она грамотно рассказывает, реально грамотно разрулит ситуацию. Вот я не пойму для себя, насколько это действительно полезно, как бы, вот, не то, что мне. Я, как бы, пытаюсь сам правила соблюдать. И, наверное, подучивать их тоже, как-то, потому что они меняются, да. Но вот насколько это будет грамотно? Ну, вот сам лично скажи, вот ты посмотрел. Вот ты воспринимал информацию, которая подавалась таким образом? Я человек старой закалки. Я сначала записал, что нужно сделать, а потом уже начал просматривать. Как-то у меня работает так мозг. Я, может, не правильно. Он права покупал просто. Не, смотрите, а может быть, эту технику возьмет на вооружение, там, наша армия, например. Преподавательный институт, например. Да, там же вообще одни мужчины, правильно, служат, по большей части. Ну, как бы, да. То есть ты предлагаешь... Сбор-разбор автомата. Искандер. Да, то есть, понимаешь, сбор-разбор автомата, АК-45, там, на время, это все будет девушка в топлисе, ну, или не топлис, там, я не знаю, там, в том же купальнике. На самое долгое собирание автомата. Наоборот, на самое быстрое, понимаешь, тут же мы же в армии, тут скорость имеет значение. Или представьте, аэрокос, пятый факультет, аудитория, в одном нижнем белье преподаватель. Детерминант матрицы, считается так. Преподаватель, дедушка 65 лет. Профессор. Хорошие технологии, да, надо брать на вооружение, согласен. Пусть будет, мне кажется. Да нет, почему нет, вообще однозначно, как бы, это однозначно прикольно. Ну, может быть, мужики так выучат правил дорожного движения. На что греха таить? Вам, господа ведущие, на вооружение. В Сызране пресс-атташе футбольной команды упрекнули за внешний вид. Светлане Щепетковой высказали, что постыдно носить шорты в мужском коллективе. Потому что нельзя. Потому что нельзя. Потому что нельзя. Потому что нельзя. Потому что нельзя быть на свете красивой. Такой. Девушка со стройной фигурой и модельной внешностью не должна позволять такие наряды. Мужчины ни на что не должны отвлекаться. Красавица не уточнила, от кого поступали упреки. По данным из соцсетей, злость на свете сорвала жена одного из спортивных функционеров. Санта-Барбара прям какая-то. Слушайте, ну как написано, красивая модельная внешность. Ну какие шорты? Бикини должно быть на красивой девушке. Или вообще ничего. Ну этого в идеале. Но футболистам хоть надо хоть как-то отвлекаться. Понимаешь? Три месяца самоизоляции. Три месяца. А тут шорты, красивая девушка, футбол. Так они говорят, что даже из-за шорт играть не могут. А это наша российская футбольная. Нам все время что-то мешает. Мяч квадратный, поле не то, девушка в шортах, не в тех. Забил, можешь посмотреть, не забил, не можешь. Это бонус, это мотивация. Что мы скажем? Российский футбол это очень тяжелый вид спорта. Поэтому, уважаемые футболисты, терпите. Мы уверены, вы справитесь. Частный футбол это тоже очень серьезно. Поэтому как бы тут Свете, мы можем выразить только нашу поддержку. Света, мы вас всегда рады видеть в шортах, в платье. Приходите, мы всегда вам рады. В любом, в любом. Да, 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 да. А там, я так понимаю, жена одного из спортивных функционеров. Я так понимаю, она до этого пробовала то же самое. На нее не опротивление, не пошло, естественно, да. Ну и, как говорится, нет ничего там хуже и сильнее, чем женская зависть, собственно говоря. Причем, Света очень симпатичная. Я смотрел в инстаграфию, да. Ты когда успел все посмотреть? Слушайте, я готовлюсь к передаче, в отличие от некоторых, как бы. Я просматриваю все. Сначала визуально, потом слушаю. Ты понимаешь? Уберу камень из огорода, хорошо. Там, он посмотрел, только там, где слово бикини существует. Конечно, конечно. Конечно. Он не дочитывает, он видит стройную фигуру с модельной внешностью. Все, на ссылку сразу жмет, понимаешь? Просто сегодня мужская программа, поэтому... Поэтому, Света, мы за вас. Держитесь три месяца самоизоляции. Да. Играйте в футбол, Света, и делайте так, чтобы Сызранский футбол процветал. На этом все. Это была программа «Бункер С» на канале «Терра». Сегодня в студии были ведущие Дмитрий Шарланов. Всем добра. Дмитрий Жохов. До свидания, дорогие друзья. И я, Максим Ролевой. Всем удачи, мы откроем все двери. Дмитрий Жохов.